Брещина всегда была и остается самой строящейся областью в Белоруссии, чтобы не говорили. Как бы ни сетовали предвзятые оценщики, строительство ведется. Да, есть просчеты и недоработки. Есть проблемы, но тот не допускает ошибок, кто ничего не делает. Главное, не наступать на грабли во второй раз. То есть уметь извлекать уроки из своих же просчетов. А сегодня это немаловажно. Время экономически сложное и на постоянную помощь государства рассчитывать не стоит. Это неоднократно подчеркивал президент страны Александр Лукашенко. Некоторые чиновники пока в смысл этих слов не вникли. Это как раз именно в какой-то степени, что тот старый менталитет, который сохранился, тяп-ляп, он уже не такой степени развит у нас в Брестской области, но он еще есть, проявляется. И он проявляется потому именно, что нет хорошего контроля тех людей, которые отвечают за эту работу. Вот и все. Другой они скажут. Поэтому оценка им будет дана еще в другом месте. Отправной пункт рабочей поездки – театр «Кукол», строительство которого берет свой отсчет с 2010 года. Проект сложный для строителей, многоплановый. Но то, что по окончанию работ увидят берестейцы, несомненно, стоит и затрат, и усилий. Он будет поистине уникальным. Это уникальное здание для города Бреста. Одно из самых красивых зданий будет объекта. Здесь предусматриваются два зала со сценой уникальной, которые поднимаются, поворачиваются. Туда уже входят репетиционные залы, артистические помещения, кафе, бары, танц-залы. Будет разработан уникальный дизайн-проект здания. Будет оформлено с наружной стороны, с фасада будет художественное оформление со статуями. Ну, в общем, красивое это будет здание для города Бреста. Пока брещане не видят ни красоты, ни уникальности, но все еще впереди. Ведь временно строительство притормозили, поскольку финансирование, а это порядка 800 миллиардов, было перенаправлено на другие объекты, в том числе медицинские, чтобы ликвидировать долгострои. Так каковы перспективы? Михаил Водчиц, руководитель 33-го строительства, проинформировал, что до конца ноября здание театра будет под крыши, чтобы зимой в теплом помещении уже вести отделочные работы. Это как бы штучный продукт, очень много нюансов здесь. Ну, может быть, я всегда говорю, не нравится, что здесь столько видов стеновых материалов, но выбор как бы небольшой, потому что, ну, назначи, такое назначение самого, самого объекта будущего здания. Мы здесь, как бы проходим сейчас самый сложный этап в строительстве объекта, это выход на кровлю. Вот, я думаю, что с 15 по 20 ноября мы должны закрыть само здание. Этот объект, как бы нам трудно ни было, мы в будущем году, если не в первом полгодии, но я думаю, будем нацеливать в первом полгодии, это уже не директивный такой слой, потому что с деньгами неизвестно, как у нас будет получаться, но то, что мы его в будущем году должны закончить в теплое время года и открыть вместе со всем народом, это да, это должно быть так. Следующий год, да? Именно так. Яркая униформа работников стройтреста номер 8 видна была издалека, о превращении городской набережной из винтажного состояния, не в самом лучшем смысле этого модного слова, в благоустроенный уголок отдыха в разгаре. Ведутся монтажные работы подводки коммуникации к будущему фонтану. Кладется тротуарная плитка, одновременно облагораживается территория, сроки поджимают, ведь к ноябрю весь процесс должен быть закончен. Но вниманию главы региона подверглась не только центральная часть, но и окрестности. Было указано и ландшафт в порядок привести, и парапеты поставить не вычурные, да и с орнаментом плитки поработать. А в целом и сроки, и качества необходимые компоненты в каждом процессе вполне удовлетворительны. Есть и новость весьма позитивная. Согласно плану реконструкции, было решено сохранить почти в первозданном виде деревья и кустарники, знакомые не одному поколению берестейцев. Мы когда вошли сюда со стройкой, задача была максимально сохранить. Вот самшит, который тут растет, ему уже, как уже говорят наши специалисты, более 50 лет. Он старый. Его тяжело, как старичка, пересаживать влево-право. Поэтому две таких карты, которые росли, мы его пересадили вот сюда. Зеленстрой пересадил. А тот оставшийся, уже его решили не трогать, а все дорожки уже вписали в этот самшит. То есть по проекту он там переносился, убирался как-то. Решили не трогать, оставить. Зеленую зону, чтобы было. Проезжающие после обеда по улице Московской в районе ЦМТ горожане с интересом наблюдали за тем, как губернатор меряет шагами центральную городскую улицу. И это не случайно. Новенькое, дорогостоящее, современное дорожное покрытие строители постарались положить с эффектом по морям, по волнам. Решение Константина Сумара не заставило себя ждать. Это однозначно переделать за счет подрядчика. Средств на эту работу выделяться не будет. Я специально привел сюда руководителей городских организаций и города, чтобы показать, насколько похабно положить асфальт, или положили, вернее, асфальт именно на этой разворотной полосе. И почему это сделал? Потому что деньги немалые, и разворотная полоса дает определенную жизнь для движения транспорта, облегчает и так далее. Но нельзя же, вкладывая, например, немалые деньги в эту работу, обратно рушать технологии. Поэтому я специально сегодня поставил перед ними задачу. Но, может быть, в этом году, в связи с тем, что температурный режим не будет позволять, и не делать снова больше ошибок, они сделать сразу же с весны и будущего года, но эту работу надо обязательно будет сделать. Уже в заключении глава региона, обращаясь и к чиновникам, и к журналистам, подчеркнул, что никто не позволит работать по старинке. Менталитет белоруса должен измениться, если мы хотим жить по-новому, пользоваться благами цивилизации. Касается это всех нас и каждого в отдельности. У нас очень много в городе начальников различных. Но все время надо подсказывать, показывать. То ступеньки где-то проломались, то деревья высохлились, сломали, и там пустые остаются эти квадраты и так далее. То забор на Соворово поломали. Так у нас же есть люди, которые должны все время там смотреть. Если что-то, то исправлять обязательно. А находить виновных, то, что это дело за счет этих виновных. Поэтому мы сегодня как раз объезд вот этих объектов нацелены на то, чтобы еще раз показать властным структурам города Бреста, чем им надо заниматься. И я все сделаю, возможно, что они закрутятся совсем по-другому, потому что так нельзя делать. Деньги вкладываем, надо их эти деньги с умом вкладывать, и чтобы не было там нарушений технологий. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.